Харьковская спортсменка Евгения Брио свернулась в Харьков из Рио до Жонейра. Несмотря на то, что это первая в ее жизни паралимпиада, Евгения сумела завоевать бронзовую медаль в фехтовании на шпагах. Дома ее ждали муж и сын. Женя говорит, что для сына она является примером. Если он решит выбрать спортивную карьеру, то мама его обязательно поддержит. Бронзовая призерка Рио уже планирует готовиться к новой паралимпиаде, чтобы на ней выступить еще лучше. В дальнейшем будет отдых, реабилитация, после чего будет обязательно работа над тактикой, улучшением боевых качеств, ошибок. Но есть зачем работать для того, чтобы выступать достойно и брать выше медали. Тренер бронзовой призерки Юрий Тридуб говорит, что после выступления своей подопечной он испытал не столько радость, сколько облегчение после того, что сложные соревнования позади. При этом паралимпийская бронза далась фехтовальщице нечеловеческими усилиями. Надо отметить Евгению, она выступила выше своих возможностей. Это прямо говорит, я как тренер знаю ее состояние, ее тренированность, ее уровень обученности. Если честно, я крайне-крайне мало рассчитывал на медаль, потому что там были спортсменки значительно сильнее. И я думаю, только за счет своих сверхусилий, наверное, каких-то психологических и моральных, она смогла компенсировать, может быть, какие-то свои недостатки еще в тактике, технике. Всего харьковчане заработали на Олимпиаде 16 медалей. За каждую золотую медаль паралимпийцам выплатили 40 тысяч долларов, за серебро – 26 тысяч долларов, а за бронзовые призеры получили 18 тысяч долларов. При этом на обычных Олимпийских играх спортсмены получили 125, 80 и 55 тысяч долларов за золотую и серебряную бронзовую медаль соответственно. И недавно была опубликована пятисия к президенту Украины, в которой автор просит президента повысить размер выплат за медали для паралимпийцев. Ведь они поднимают престиж страны на мировой спортивной арене, а значит достойны таких же вознаграждений, как и победители и призеры обычных Олимпиад. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.